Я хочу поделиться с вами тремя потрясающими упражнениями, которые позволяют проработать нижнюю треть лица и переднюю поверхность шеи в комплексе. То есть, если у вас есть кольца Венеры, такие тяжи, которые называются индишайча шеи, брыли, или в принципе поплыло вал лица, данные упражнения, как базовые, вам просто необходимо заполнить их, заучить, выполнять можете ежедневно. И самое главное, не бойтесь щупать, не бойтесь трогать, пальпировать, называйте как хотите, хоть научно, хоть по-народному, по-бытовому, но не бойтесь, пожалуйста, контактировать со своим телом, потому что то, что я сейчас буду вам показывать, многим покажется кощунственным, потому что есть доктора, есть люди, которые вообще говорят, что трогать переднюю поверхность шеи нельзя, здесь щитовидка и так далее. Если у вас есть какой-то активный воспалительный процесс в области щитовидной железы, то, конечно, вам сначала нужно разрешить его. Но если у вас все нормально или есть просто какие-то хронические вещи с щитовидкой, вполне даже возможно, что данный комплекс вам поможет, в частности, и с ней, с этой железой, потому что улучшит кровообращение в ее области. Но, кроме того, мы с вами должны понимать, что руки здесь должны быть очень мягкими. И давайте сейчас начнем работать, чтобы вы понимали, о чем речь. Итак, ваша задача первоначально вытянуться, выпрямиться, если вы сидите, то сесть на седалищные бугры. Засуньте прям руки под попу, походите вот так вот попой по рукам и почувствуете, где хорошая костная опора. На нее обопритесь и через макушку вытянитесь наверх. Если стоите, то точно так же хорошее вертикальное осевое вытяжение. Далее полностью расслабьтесь. Вот насколько возможно, расслабьте ваше тело и точно так же расслабьте ваши руки. И мягкие легкие руки ложатся. Вот посмотрите, обхватите себя вот здесь, в районе грудиноключично-сосцевидной. Вот здесь вот за ухом есть сосцевидный отросток. От него идет такая хорошая мощная мышца, грудиноключично-сосцевидная. Обхватите ее, обнимите. И вот здесь вот, где вот это вот край брюшка, вот в эту область у вас ложатся пальчики. Здесь большой палец, мягко ложатся. И вы встаете прямо под нижней челюстью. И здесь ваша рука, мягкая и легкая, начиная движение из стороны в сторону, увлекая за собой ткани. То есть вы себя не схватили вот так вот и задушили, а мягко и аккуратно начинаете перекатывать ткани из стороны в сторону. Сначала они будут совсем неподатливыми, при этом еще нужно, конечно, молчать, расслабиться полностью, дышать носом. Но в какой-то момент вы почувствуете, что ткани начинают чуть больше и больше поддаваться движению руки. При этом у меня давление от руки на переднюю поверхность шеи, на щитовидный хрящ нет. То есть здесь практически нет контакта. Он вот здесь и вот здесь. Что мы здесь делаем? Мы здесь воздействуем на подъязычную кость, которая уникальная кость в нашем организме. Она не имеет суставов с другими костями. То есть она не крепится к костям, не сочленяется с ними. Она подвешена на мышцах и связках. И воздействуем также на глотку, на констрикторы глотки. И в частности данное действие позволяет вам избавиться от второго подбородка. Позволяет вам освободить сток для лимфы. Помогает вам улучшить голос. Потому что с возрастом, как вы знаете, возникают проблемы. Такое дрожание голоса. И все это связано не с чисто возрастными изменениями, а со структурными нарушениями, которые корректируются. Если вдруг у вас устает рука, хотя по идее не должна, потому что здесь давления опять-таки нет безумного, да, вы можете ее поменять. И вы прямо ощутите подъязычную косточку, да, потому что точечно, скорее всего, ваши руки как раз лягут на нее. И ее движение здесь будет все явственнее и явственнее. И затем, когда вы уже ощутили, что ткани стали более податливыми, мы начинаем движение головой в противоположную сторону. То есть руки толкнули подъязычную кость влево, голова пришла вправо и наоборот. Лучше всего здесь на лице держать легкую улыбку, а язык положить на небо. Языком в небо не давить, просто положить, разместив кончики языка на середине альвеолярных отростков, то есть таких бугорков, которые расположены над верхними зубами. Работаем еще, не торопимся. И зафиксируйтесь в одной из сторон, побудьте здесь, толкнув ткани гортани влево, допустим, а голову немножечко натянув вправо, повернув, да, и наоборот. Отлично, хорошо, еще движение, голова посередине, и мы мягко из этого движения уходим, выходим. Отлично. Далее. Ставим пальчики вот таким вот образом под подбородок. И здесь очень важно максимально раскрыть крутную клетку, раскрыть плечи, вытянуться через макушку наверх и подбородок поставить прямо по горизонту. Надеть на лицо легкую мягкую улыбку, язык положить на небо, если он там еще не лежит. И сейчас мы будем открывать и закрывать нижнюю челюсть на сопротивление, и открывать на сопротивление, и закрывать на сопротивление, но не излишним. Если вы чувствуете напряжение в затылке, это излишнее сопротивление. Поехали. Небольшое открытие, небольшое. Напряжение должно чувствоваться вот здесь, по передней поверхности шеи. Чтобы вы не чувствовали напряжение сзади, еще раз проконтролируйте, что вы не вот так вот выполняете это упражнение. Это неправильно. А вы вытянулись макушкой, раскрыли грудную клетку, подбородок по горизонту и поехали. Не забывайте про легкую мягкую улыбку на своем лице. Таких неторопливых движений должно быть ровно столько, пока вы не почувствуете легкое утомление в области платизмы. А платизма – это мышца, которая включена в поверхностный мышечно-фасциальный слой. И тоже, по сути, тоже уникально, она не имеет какого-либо крепления другого, кроме вот такого вот мягкого. Далее, одну руку мы укладываем вот таким вот образом на крепление платизмы, да, вот здесь вот вплетание платизмы в кожу, вот здесь. И вот здесь вот подкладываем под подбородок. Делаем мягкую растяжку. На лице легкая улыбка, язык на небе. И мы мягко тянемся подбородком наверх, но сильно голову не запрокидываем, здесь стоим. Затем поворачиваем голову в одну сторону. Затем в другую сторону. И потом добавляем последнее потрясающее упражнение. Следующим образом оно выглядит. У вас, посмотрите, основание указательного пальца встает под подбородок. И остальные, вот, еще раз, да, оп, оп. Остальные пальцы мы размещаем таким образом, чтобы они удерживали нашу нижнюю челюсть. И мы здесь сначала удерживаем нижнюю челюсть. Не даем ей двигаться. Запрокидываем голову, не слишком сильно запрокидываем, то есть поднимаем немного наверх. И рот открывается за счет того, что нижняя челюсть фиксирована. А наверху мы помогаем руками закрыть нижнюю челюсть, закрыть рот и вернуться на место. Язык на небе и на лице легкая улыбка. Смотрим. Все медленно, плавно и с обязательными точками в каждом варианте, в каждом движении в этом упражнении. Все медленно, плавно и с обязательными точками в каждом варианте, в каждом варианте. Чудесно. И в завершение нужно сделать обязательно некоторые вещи. Положите, пожалуйста, вот таким вот образом замок из рук на затылок и под затылок. Локти в периферии зрения полностью раскрывать не нужно. И теперь представьте, что ваша задача раскрыть этот замок, растянуть через локти руки в стороны. И замок с собой по инерции растягивает затылок. Почувствуйте прямо расслабление, раскрытие в затылке. Хорошо. А здесь делайте вдох. С выдохом кивок головы, подбородок, передней поверхности шеи. Мы мягко-мягко сгибаемся, давливая на затылок весом рук. Делаем здесь вдох, разгибаемся, выдох, разгибается шея, шейный отдел позвоночника. Делаем вдох, смотрим наверх, раскрываем локти, тянем грудь вперед. И с выдохом возвращаемся в исходное положение. Нос по горизонту, подбородок по горизонту. И мягко и аккуратно после этого вот такими вот пощипывающими движениями проходим область платизма. Вот таким вот образом. Не заходим на переднюю поверхность. Пощипывание перпендикулярно волокнам, то есть поперёк волокон. Вот таким вот образом. Не вот так, а вот так. Я эти пощипывания называю, как щипал бы такой, знаете, болезненный, слабый птенец гуся. Вот так. То есть мягко и мягко. И растираю все мягкие движения. После этого можно массаж, после этого можно да что угодно. Можно, но лучше всего после этого отдохнуть. Потому что ваша шея любит расслабление после подобных приёмов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы ощутили ощущения. Я сейчас не вспомню слово, которое я хотела сказать. Ну, в общем, что вы ощутили во время этой практики. Мне будет очень интересно. Если у вас какие-то вопросы возникли, если есть какие-то опасения, тоже задайте, пожалуйста, в комментариях под этим видео. И обязательно загляните в описание под этим видео. Там я оставлю для вас приятное дополнение к данной практике, которое, я уверена, вам очень понравится. Что ж, лайки, подписка. Пока.